здорово всем ребята у нас настали прохладные времена и что-то мне так навеяло что надо сделать какие-то такие вкусненькие котлетки с начинкой и они наверное еще будут духовыми обязательно посмотрите что мы сейчас выдумаем это будет прикольно это будет весело а сейчас посмотрим ингредиенты так ребят для наших котлеток нам потребуется куриная грудка хлебушек майонез сливочное масло молоко твердый сыр помидор яйцо и лучок первонаперво мы замочим немножечко нарезанного хлеба в молоке ну то есть все что нам надо это взять буханку хлеба отрезать пару кусочков и замочить ничего страшного если они сломаются это мы отставим в сторонку и пусть это немножко полежит в молоке промочится пока у нас молоке замачивается хлеб нам надо нарезать куриную грудку мелкими кусочками чтобы ее легче было перемолоть на фарш какими кому нравится мясорубка все порубит вот такими вот кусманами я нарезал куриную грудку а мы перейдем следующим ингредиентом ну и для фарша нам еще потребуется немножечко лук разрезать что мы сейчас и сделаем просто для того чтобы легче мясорубки его обрабатывать перейдем к тому что будем воротить наш фарш моя самая любимая ручная мясорубка начинаем все перемалывать вот такая вот штуковина пока еще не фарш у меня получилось но возможно чересчур жидковато сейчас процессе замеса фарша мы посмотрим если потребуется мы добавим немножечко обычного сухого хлеба и мы приступим мы это очень хорошо посолим но где-то чайная ложечка соли на такой объем естественно мы хорошенько это поперчим прям так получше пусть острее было и одно яичко для тех кто меня смотрел раньше специально для них это было одно яйцо приступаем замесу с фаршем мы справились и он у меня получился немножко жиденький для того чтобы избавиться от этого изъяна чтобы она нормально слепливалась отправим его в морозилку и дадим ему там минут десять-пятнадцать а пока мы нарежем брусочками небольшими сыр который будем вкладывать внутрь этого фарша но где-то такие маленькие кусочки мы будем вкладывать внутрь ну мы сделаем чуть больше если останется лишнее потом просто это уберем вот такими замечательными кусочками у нас получилось нарезать наш сырок и мы перейдем к следующему ингредиенту не знаю ну прикольно получается ребят правда ребят мы замесили наш фарш он постоял немного в морозилке сейчас что нам требуется это пиала с водой слепить котлетки и вложить внутрь сыр что мы сейчас и сделаем хорошенько смочите руки водой и начинаем лепить наши котлетки то есть здесь ничего сложного не будет просто округлая форма внутрь мы вот так вот впечатываем наш сырок немножечко берем еще и и закрываем все что требуется вот таких вот столько штук сколько получится нам надо сделать наш сковородочка ребят средний огонь подсолнечное масло задача данного этапа просто слегка прихватить наши котлетки с обоих сторон поэтому дадим нагреть сковороде так вот дали нагреться и отправляем наши котлетки на сковороду и и и и и Все, что нам чуть-чуть осталось, это нарезать тоненько-тоненько несколько ломтиков помидора. Это понадобится нам для того, чтобы довести наши котлетки в духовке. У нас там 5 котлеток было, но мы где-то 5 ломтиков и сделаем. И перейдем к тому, что мы будем выкладывать наши котлетки на противень. Так, сейчас я сфоткаю помидоры, ты дожди. Мой любимый ленивый противень, сейчас мы его немножечко сливочным маслом смажем. Ай! Пробка улетела. Сделаем выкладку из котлеток и отправим на некоторое время в духовку. Ну, лучше всего, конечно, взять кисточку. И хорошенечко с маслицем нашей размазать. Итак, есть масло. Берем котлетки и выкладываем. Сделали мы выкладку котлеток, а теперь о нашем помидорчике. Сверху на каждый кусочек, по кусочку помидора. Где-то, где неровно, будет очень интересно. Мы его так надломим, но это ничего страшного. И на каждой из котлеток сделаем маленькую сеточку или полосочку из майонеза. Вот это вот все замечательное действие при температуре 200 градусов отправляется у нас в духовку на 30 минут. Ребят, спустя 40 минут мы достали это из духовки. И сейчас мы это будем пробовать, разрезать и смотреть, как оттуда будет классненько-классненько вытекать расплавленный сырочек. Что мы сейчас вам на камеру и покажем. Взяли мы одну котлетку, сейчас мы надрежем, найдем этот кусочек сыра. Еще нет, мы сильнее рубанем. Вот он наш сырочек здесь, мягонький. Ну сейчас мы попробуем один кусочек. Горячо. На удивление вообще очень отличный нежный вкус. Прям, прям, прям я в восторге от того, что получилось. Ребят, у нас вот такенные котлеты сегодня получились. Они получились идеально нежными, сырок внутри. Это просто вот такенный вот супервкус. Я рекомендую вам приготовить именно так, как я это сделал. Пусть там будет больше молока, но при помощи морозилки вы это дело исправите для того, чтобы сформировать сами котлетки. Вот такенный вот рецепт. Поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Репостайте эти видео, подписывайтесь там, что-нибудь пишите. Пишите в комментариях, заходите по ссылкам ниже. Всем огромное спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!